Всем привет! Я главный мечтатель. Сегодня я расскажу вам про мечту одного ребенка, который уже вырос. Но именно его детская мечта всегда заставляла его двигаться вперед. Сегодня речь пойдет о мечте олимпийского чемпиона Мусы Евлоева. Итак, Муса Евлоев появился на свет 31 марта 1993 года на северо-востоке Ингушетии в многодетной семье. Муса самый младший из всех детей. У него есть брат и две сестры. Также его родственником является Берт Евлоев, родившийся в 1888 году. Он боролся в петербургских цирках начала 20 века. Получил прозвище Лев Кавказа и хорошо знал Ивана Поддубного. В греко-римскую борьбу Муса по собственному признанию записался для того, чтобы привести себя в форму. Так как он был пухлым ребенком, начал он заниматься в городе Слепцовске. Но не борьбой, а боксом с братом за компанию. Но потом брат уехал и Муса начал ходить на борьбу, так как было ближе добираться. В 13 лет Евлоев перебрался в Калининград, где есть училище Олимпийского резерва. Где тренер Владимир Васильевич Хромов приметил, что парнишка не только выполняет все, что ему говорят, но и трудится сверх этого, что является показателем будущего чемпиона. Вот что вспоминает первый тренер Мусы. Еще юношей, когда даже я не ставил целью думать об олимпийской медали, а он уже как-то при разговоре заявляет, я все равно стану чемпионом, поеду на Олимпиаду, медаль завоюю. Года два он тогда только отзанимался, а уже мечтал. Он шел к этому, себя психологически готовил, потому что когда спортсмен уверен в себе, он добивается. Тем более он трудяга, его никогда не надо было подгонять, заставлять, рассказал Хромов. Муса провел успешно несколько турниров. Спортивную биографию Муса открыл чемпионатом Европы среди юниоров в 2012 году, где борец заслужил в схватках свое первое золото. Через год атлет повторил достижения на следующем чемпионате Европы, а потом и на чемпионате мира среди юниоров в Софии. В том же году Муса попадает в сборную России, с которой берет Кубок мира в Тегеране. На международном турнире Гран-при Ивана Поддубного в Тюмени Муса в финальном бою одолел Никиту Мельникова. В 2014 и в последующие три года российский спортсмен четырежды становился победителем Кубка Европейских наций, взяв три золотые медали в командном многоборье и одну в единоборстве. Далее тренер советует переезжать спортсмену в Москву, так как уровень нужно было повышать. Муса переехал в Москву и продолжил занятия. Под руководством заслуженного тренера России Давида Акоповича Кадилова. На первом для себя взрослом чемпионате мира в Париже 2017 года Евлоеву не удалось победить только армянина Артура Алексаняна. После Парижа в коллекции спортсмена обосновалась медаль за победу в чемпионате России 2018 года, где Муса превосходно себя проявил, став трехкратным чемпионом страны по греко-римской борьбе. В финале Евлоев неожиданным амплитудным броском снова победил Никиту Мельникова и открыл себе путь на чемпионат мира в Будапеште. В Венгрии в том же году российский атлет в весовой категории до 97 кг переборол болгарина Кирилла Милова со счетом 7-2. На чемпионате мира в Нурсултане оппонент Евлоева Артур Алексанян не смог побороться за медаль из-за перелома двух ребер, которые получил в предыдущем бою и победу отдали Евлоеву. На Кубке России в 2020 году Муса Евлоев не дошел до финала из-за болезни. Спортсмен накануне турнира подхватил коронавирус. 25% легких оказались повреждены. Его давний соперник Никита Мельников, которому без борьбы отдали победу, узнал, что его оппонент не будет участвовать в финальном поединке за час до схватки. Но уже в декабре на Кубке мира в Белграде Евлоев в схватке с венгром Алексом Шоки одержал достойную победу со счетом 3-0 и взял очередное золото. Летом 2021 года Муса Евлоев в качестве капитана вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в летней олимпиаде в Токио. И вот настал момент, когда мечта детства максимально приблизилась к тебе. Но необходимо было приложить усилия. На пути к финалу Муса провел три поединка, в которых одержал победы. 3 августа для Мусы состоялся финал мечты. Это был не просто финал, ему противостоял хорошо знакомый соперник. Олимпийский чемпион, который уже побеждал Мусу четырьмя годами ранее. В первом для Евлоева финале чемпионата мира Артур Алексанян. Однако и у Евлоева в активе была победа над Алексаняном. Было это в полуфинале чемпионата мира 2018. Но как мы помним, эта победа была отдана из-за травмы соперника. Безусловно, такой соперник добавлял моральных переживаний. Но Евлоева уже было не остановить. Ведь это был последний шаг для достижения мечты. Евлоев уверенно взял верх. Это победа. Это не просто победа. Это исполнение детской мечты. И вы знаете, Муса Евлоев не просто мечтал. Эта мечта помогала ему двигаться и достигать высот. А сама мечта исполнилась не просто так. Правило действуйте в этой истории показано во всей красе. В интервью у Мусы спросили, а что же дальше? Мечта же исполнена? И он ответил, теперь я хочу стать двукратным олимпийским чемпионом. Надеюсь, эта история показала вам, что мечтать нужно правильно. И зачастую для исполнения мечты нужно действовать. На сегодня все. По-прежнему жду вашей истории исполнения мечты на почту. И возможно в следующем выпуске я расскажу именно вашу историю. С вами был я, главный мечтатель. Мечтайте и все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok